Привет, друзья! В этом видео рассмотрим экспериментальный гусеничный мотоцикл с коляской, стоящей на лыже, под названием BMW Spitziel TR500 Schneekrad. Данный агрегат был разработан по заказу вермахта в 1936 году в Германии. Мотовездеход создавался на базе мотоцикла BMW R12, очень популярной в те времена модели. Был создан всего один пробный или, как сказали бы сейчас, концептуальный экземпляр. Нетрудно догадаться, почему эта модель не пошла в серию. В то время армия вермахта нуждалась в легкой вездеходной технике для ведения боевых действий в странах Европы. Для чего военные не жалели денег, обеспечивая заказами разные конструкторские бюро. Именно тот период был ознаменован всевозможными вариантами гусеничной мототехники, создаваемой для немецких пехотинцев. Все без исключения, мотоциклы с гусеницей имели сложную, а значит и непрактичную конструкцию. Они получались тяжелыми и неповоротливыми. Так и BMW Spitzel TR500, сконструированный инженером Риммер Шмидтом, сложно назвать маневренным моторизированным средством передвижения. Но история знает примеры немецких гусеничных мотоциклов, производство которых было поставлено на поток. А таким был довольно известный мотовездеход NSU Kettenkrad. Прототипом гусеничного мотовездехода Schnee Krad была снегоуборочная машина, построенная все тем же инженером Риммер Шмидтом, который использовал мотор от BMW R12 и гусеницу от танка. Дизайн немного напоминает мотоцикл с коляской модели Steyb TR500. Как и другие немецкие разработки, эта модификация содержит в себе интересную идею, но ее практическое применение осталось невостребованным. Гусеница имела два опорных катка снизу и несколько катков натяжения сверху. Она приводилась в движение задним ведущим колесом мотоцикла. Как видно на схеме, все механизмы мотоцикла находились внутри гусеницы. Кроме этого, гусеничный мотовездеход мог быстро превращаться в снегоход. Для этого конструктор предусмотрел установку лыжи на колесо мотоциклетной коляски. Вот, собственно, и вся информация о гусеничном мотоцикле Schnee Krad. Если у вас есть что добавить, пишите в комментарии. А на этом все. До новых встреч!